МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятница, 19.30, программа «Город Тесс», я, Мариана Мирная. И с сегодняшним нашим гостем меня связала музыка. Здравствуйте, Дмитрий Буциков. Вы являетесь художественным руководителем, организатором прекрасного музыкального фестиваля «Открытое небо, открытые сердца». Кроме того, художественный руководитель «Волга Фолк Бэнд», это правильно называется, ансамбль народных инструментов. Дмитрий, ну вот в третий раз будет проходить, уже проходит фестиваль музыкальный на территории нашего города, много площадок. Давайте, наверное, поговорим сперва о площадках, где можно посмотреть, послушать, поучаствовать. Ну, что я знаю, что это и парки города, это и ладья. Да, какие еще места, где можно вот насладиться всем этим торжеством? Ну, здравствуйте, Марианна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, у нас этот фестиваль проходит уже третий год. При поддержке администрации города Самара проходит он во всех парках, парковых зонах. Два года подряд он проходил на ладье, это четвертая набережная, четвертая очередь набережная. В этом году у нас ладьи нет, но зато у нас появились ДК города. Ну, об этом чуть позже, какие площадки. Появился сквер Кузнецова, мы наконец-то доехали в поселок Управленческий, уже ставился концерт. Ну, вас там ждали, наверное, очень, потому что очень масштабно все, и люди участвовали, и те, кто смотрели, видели концерты, потом очень были хорошие положительные отзывы, и по знакомым, да, вот это сарафанное радио, поэтому в далекие точки, наверное, тоже. Ну да, очень приятно. Все наши участники, музыканты, отмечают то, что приезжаешь на место новое, вроде, ну, интересно, будут ли прохожие. А на самом деле стягивается народ, останавливаются. Очень приятно, что с семьями, прям с колясками мама качает, вот танцует, потанцовывает. Вот так же собираем отзывы, предложения, вот так толстая книга отзывов, предложений. Еще полностью я не листал, но периодически вот что-то интересное мы стараемся отмечать, применять. Слушайте, а как это, как себя вот заставить начать играть, когда вот еще нет ни одного человека, это не зал, да, нашей там, допустим, филармонии, когда люди по купленным билетам уже рассаживаются и аплодируют, чтобы вызвать артистов на сцену, а здесь, наоборот, получается, артисты призывают своего зрителя. Ну, у нас есть ведущий всех концертов, который заблаговременно, за полчаса, за час информирует о том, что состоится концерт в такое-то время, в каком-то месте. Поэтому это всем слышно. У нас хорошее, мощное площадное оборудование, данное нам нашим таким, одним из главных спонсоров, музыкальным салоном «Сириус». У нас прекрасный звукорежиссер и ведущий, и мы оповещаем о том, что состоится концерт. У нас концерты не совсем традиционные. Вот концерт, у нас, можно сказать, один вечер, два концерта. Один концерт – это народная музыка, когда в первом, то есть первое отделение, условно, час концерта. Это играет ансамбль народных инструментов «Самарской филармонии», «Волга», «Фолкбенд». С участием солистов, театр оперы, балета. То есть программы, то есть они очень разнообразные, программы всегда разные. Вот в этом году у нас фестиваль приурочен к празднованию 70-летию Победы, и у нас есть 10 минут, 15 минут блок военной тематики. Ну, к этой теме вернемся еще, потому что действительно важно, красные линии вот эта тема у нас везде проходит. Как создавалось вообще, насколько артисты с каким чувством, с удовольствием ли они соглашаются в этом деле участвовать? Потому что тут же тоже, насколько я понимаю, есть тонкость. Не во всякие погодные условия можно вытаскивать определенные музыкальные инструменты. Как с этим, вот как вот эти технические вещи решаются, чтобы у людей было вот такое прекрасное творческое настроение? Творческое настроение, за ним, конечно, вот просто, оно либо есть, либо его нет. Но мы делаем же заблаговременно, у нас есть настрой, репетиции, и потом для музыкантов большое счастье реализовываться, на сцене дарить творчество людям. Это всегда радость. А то, что погода благоволит, не благоволит, конечно, мы всегда очень волнуемся. Даже в самый день бывает, что какая-то тучка-то заденет. Но в этот раз, вот у нас уже 12 концертов прошло, пока еще все, слава Богу, все солнечно, тучи где-то рядом. Вот, например, а вот если прошлые сезоны брать, ну, пару раз были накладки, когда приходилось переносить. Но все равно мы до последнего под зонтиками. И вы под зонтиками. До последнего зрителя. Зрители под зонтиками. У нас есть фрагменты с концертов, которые проходили в прошлом году. Вот один из блоков – это инструментальная часть. Давайте посмотрим небольшой фрагмент и потом обсудим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Великолепно. Вот вы смотрите, сейчас сами пересматриваете, тоже улыбаетесь, я смотрю, у вас улыбка с лица не сходит. Но это же прям здоровская такая креативная вещь. И я так понимаю, что сами артисты, музыканты, там можно и, когда вот такие не совсем классические, может быть, вещи, и побаловаться в хорошем смысле, и пошалить, поэкспериментировать, да, что-то. Насколько вот, что говорят сами артисты, там спрашивают, там, а в этом году будет, да, там начинают как-то предлагать какие-то вещи, что «а давайте вот это сыграем, это сыграем». Безусловно. Уже зимой начались обсуждения, как у нас будет обновляться репертуар, что мы будем исполнять в этот раз, делаем аранжировки интересные про участников. Кто-то звонит, что хочет выступить. У нас же он не только музыкальный, музыкальный фестиваль, у нас он и танцевальный. То есть у нас есть хореографический, ну, то есть есть люди, которые мы приглашаем пуститься в танец, и при этом поощряем. То есть у нас есть всегда от партнеров какие-то поощрения, подарки, сюрпризы, сувениры, билеты. Это всегда очень приятно. То есть мы тем самым, как мы считаем, служим целью сплочения жителей. Все-таки такое дело хорошее. Ну и, конечно, у нас есть танцевальные интересные коллективы, которые не разбавляют, а украшают наши музыкальные номера. Вот хотелось бы об инструментальной музыке немножечко ухватить еще в том плане, что не скажу, что очень уж много людей вот прям увлекаются и слушают каждый день, и по радио ищут, где бы найти инструментальную музыку. Чаще это все-таки какое-то песенное творчество. Но, наверное, мы очень много теряем от того, что мы недополучаем инструментальной хорошей музыке, в хорошем исполнении, хорошего качества, хороших авторов, опять же. Насколько вот здесь мы еще преследуем, наверное, какую-то, ну, не воспитательную, но какую-то все-таки оккультуривающую цель, потому что люди приходят, которые многие, может быть, вообще не сталкивались никогда с инструментальной музыкой, и, наверное, влюбляются в нее. Вот на ваш взгляд, так ли это? Ну, безусловно, это очень важный вопрос, очень актуальный вопрос для нас, для меня, инструменталиста, потому что, ну, вот не зря же великие скажут, что музыка — это язык сердца. И вот именно музыкальная, инструментальная музыка, она вот прям подходит к этому утверждению, потому что инструментальная музыка, она все-таки не просто как, если мы говорим о хорошей классической, о хороших образцах народной музыки, она все-таки служит развитию души. И когда вот человек проникается, когда он настраивается внимательно, конечно же, у него рождаются образы, какие-то ассоциации, и потом, действительно, если даже на своем примере говорить о том, как часто слышу я инструментальную музыку, очень редко, а у нас вот на фестивале где-то 80% общей программы — это инструментальная музыка. Инструментальная музыка, а капельное звучание в основном. То есть все-таки это традиционное звучание, которое сейчас в обыденной жизни, каждый может согласиться, мы очень редко слышим, особенно на FM-волнах, когда все-таки популярное больше. Это же и классическая какая-то музыка, и народная, да? То есть, в принципе, даже вот там, допустим, на балалайке, вроде как народном инструменте, можно и классические какие-то мелодии играть, это же приветствуется наоборот. Это приветствуется, этому обучают в высших учебных заведениях, то есть, это высокие материи, никто их не отменял. И нам, мы же музыканты, профессиональные, с высшими образованиями, нам, конечно же, приятно применять свои навыки и знания. То есть, многие могут поспорить с тем, что вот есть симфонический репертуар, он создан для симфонического оркестра, но ведь многие люди не слышали оригинальное звучание, поэтому они воспринимают это как, если это на хорошем уровне, действительно, то каждый, даже самый обыватель, он почувствует, что это профессионально. Да, вот есть такое, что вот мы чувствуем, мы можем различать. Поэтому, если он слышит что-то интересное, он потом обратится и к оригиналу звучания. Ну, конечно. Вот, например, вот в первом фрагменте, который вы любезно показали, там было произведение бессмертного, бессмертного щелкунчика Петра Ильича Щейковского, вальс Сверидова. Это все очень замечательно, это вечная музыка, и если это грамотно, талантливо переложено, то это будет звучать на любом составе. Конечно, мы не можем все играть, не можем исполнять симфонии, которые действительно требуют других возможностей оркестра. Ну, все-таки, какие-то шедевры мы обязательно играем. Еще хотелось бы с вами обсудить такой момент, что фестиваль, он как бы призван или направлен на народное единство, на объединение, на то, чтобы различные поколения объединялись, смотрели и вникали в традиции и культуру разных народов. Самара достаточно многонациональный город, и в фестивале принимает участие невероятное количество, конечно, коллективов различных национальностей, казахи, чуваши, мордовцы, ну, кто угодно, да, это может быть. Насколько это, ну, в рамках городской вот нашей среды, насколько это оправдано. Наши, все равно у нас самарцев, как бы, ну, русских, так скажем, нас все равно больше. Нам это нужно? Мы для чего это делаем? То есть, чтобы любой человек мог прикоснуться к ним таким образом, посмотреть, может быть, внедриться или, я не знаю, позаимствовать что-то? Конечно. Это взаимное обогащение культур. Когда человек видит многообразие, когда человек видит красоту других культур, он для себя понимает то, что нельзя замыкаться, ну, вот, в чем-то одном. Вот есть, вот мы русские, мы про вас говорим, да, про себя. И вот, что эта культура, она, да, это замечательно, это прекрасные традиции, это глубинные корни, мы это знаем, но когда человек, проходя мимо, например, на наших концертах, услышит родной язык, чувашский язык, татарский язык, мордовский язык, он остановится, потому что не то, что ему в диковинку, а если это, опять же, на высоком профессиональном уровне, он подчеркнет для себя, может быть, он обратится к интернету, узнает что-то для себя интересное, вспомнит, что у него, может быть, корни не только русские, да, может быть, цыганские, еврейские, это же интересно. Вот, вот, здесь хочется отметить, что, вот вы сказали, что у нас в этом году такой интересный шаг, это обратиться к разным культурам народностей, которые есть в Самаре, у нас будет более 15 коллективов разных национальностей, они будут принимать участие в основном в галоконцертах, которые пройдут в сентябре, в октябре, в ДК, но я думаю, что уже с августа некоторые из них начнут свои выступления. В этом году у нас также фестиваль превращен к году литературы, и у нас есть уже такая идея о том, чтобы от каждой национальности участника фестиваля было представление своего родного языка, какое-то интересное прочтение высокохудожественной литературы на родном языке. Еще вот такой момент, есть же определенные особенности в каждом, ну, в музыке каждого народа, да, если так можно выразиться. На ваш взгляд, вот какие самые, может быть, необычные, интересные участия музыкальных инструментов, потому что, ну, у нас свои инструменты, у других народностей другие инструменты. Что бы вы порекомендовали, может быть, посмотреть, послушать нашим зрителям? На что вот обязательно стоит обратить внимание? Ну, я струнник, я играю на балалайке. Во-первых, стоит внимание обратить все-таки на балалайку. Конечно. Конечно. У нас есть прекрасный инструмент домбра. Баян, в основном, всем известен. Гармонь, баян, как-то вот распространено. И ощущения у людей на слуху. Вот балалайку домбру, балалайку тоже, это как бренд России. Вот домбру уже меньше узнают, но если узнают, очень приятно. Есть казахский инструмент домбра. Это разные инструменты? Ну, это струнно-щипковый инструмент играют на одном медиатором, на домбре медиатором, как вот на электрогитарах. На домбре играют пальцем. То есть, ну, разная специфика звукоизвлечения. То есть на домбре, как на балалайке. Есть интересный азербайджанский инструмент, струнный таз. Есть прекрасный, тоже уже многим полюбившийся и известный, интересный инструмент армянский дудук. Да, это потрясающе совершенно. Ну, то есть... То есть они все будут принимать участие, да, в этих концертах, то есть их можно будет послушать. Да, мы стараемся. То есть уже переговоры ведутся. Если говорить вот о национальных коллективах, то будет представлена очень богатая хореография. В основном это будут все-таки самодеятельные коллективы высокого уровня. И здесь для нас большая удача, что в этом году в партнерах фестиваля есть Дом Дружбы Народов. Это наше государственное учреждение. Вот сейчас мы будем составлять сценарии предстоящих галоконцертов, еще уточнить участников. В этом году планируется вот расширить рамки фестиваля еще участниками из Германии. То есть вот сейчас будут вестись переговоры о том, чтобы в одном из галоконцертов или концертов заключительных принял участие коллектив из Германии. То есть вот мы расширяем границы участников, географию. То есть у нас фестиваль, вот что приятно, он в развитии. Многие идеи, они, может быть, потом впоследствии реализованы, покажутся на поверхности, но на самом деле вот сам по себе фестиваль это очень интересный формат, в котором очень много заложено, очень много граней. И они сами по себе всплывают. И мы их, конечно, стараемся применять. Вот, например, в рамках фестиваля в том году впервые состоялся фото-конкурс. И это тоже интересно, ведь фотография как фоторужье в данном случае, потому что вот те снимки, тех улыбок или тех музыкальных номеров, они потом в интернете широко распространяются. Мы говорим о фото-конкурсе, который проводится для зрителей этого фестиваля, которые сами приходят, фотографируют, и потом между этими фотографиями проходит конкурс. Есть определенные какие-то призы и подарки. Да, есть определенные призы и подарки, очень интересные призы и подарки. Поэтому у многих есть фотокамеры, фотоаппараты. Приходите, снимайте. В этом году какой лучший приз? В этом году очень много... Лучший приз, в том году был даже денежный приз. Да вы что? В этом году не буду говорить, в этом году, конечно, будет и получше что-то. Ну, то есть повесомее. Мы стараемся. Поэтому, если многие не знают, наши слушатели, зрители, вот включайтесь, вся информация подробная есть на многих сайтах. Ну, легко найти ее на сайте Самарской филармонии в новостях. Так что ищите, вся информация есть. Будет перечень всех концертов, которые... Где? Где? Во сколько? Кто принимает участие? Да, то есть можно даже посмотреть и выбрать, что на этого вот не хочу, а на этого пойду. Конечно. Но у нас нет такой детализации, что вот концерт и вот программа. У нас все-таки есть общий список участников. Сами понимаете, что это дело... У нас же уникальность проекта в том, что он очень продолжительный. С мая по ноябрь это полгода. Да, да, да. И непредвиденные обстоятельства у разных участников. Поэтому мы заявляем, он точно примет участие. Мы анонсируем за неделю где-то каждый концерт в группе ВКонтакте. Эта информация появляется в группе Самарской филармонии. Там есть более детальная информация, какие участники были, какие будут. На этом фестивале, вот мы проговорили, что не только играют инструментальную музыку, не только еще танцуют, но еще и поют. И, конечно, это большой спектр, потому что люди наши, особенно русские, мы любим подпеть, поучаствовать в процессе. У нас есть еще видеофрагмент с вокальной частью этого фестиваля. Давайте посмотрим и еще кое-что обсудим. ПЕСНЯ С колокольными звонами ПЕСНЯ 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 Дмитрий, как подбираются исполнители? И вот кто все-таки будет принимать участие? Может быть, на каких-то людей, про каких-то людей стоит отдельно сказать? У нас есть постоянные участники, есть участники, которые привлекаются от года к году, по-разному. Постоянные участники, это уже упомянутый вами ансамбль народных инструментов Волга-Фолкбенд, Самарской филармонии и дуэт Ба-Ла-Лайк, уже нашумевший триумфатор культурной программе зимних олимпийских игр. В общем-то, это вот два коллектива, ансамбль Волга-Фолкбенд и дуэт Ба-Лайк, которые ставят костяк. Кроме этого, у нас есть постоянная участница, замечательная самарская вокалистка Мария Косякова. Это эстрадный вокал. Вот с прошлого года активно принимают участие в фестивале ее ученицы после предварительного отбора. То есть вот зрители, наверное, отметили то, что в последнем фрагменте рядом с Марией танцевала маленькая активная слушательница. И вот будет неудивительно, если через пару лет она будет уже петь. Кроме этого, у нас постоянный участник это электрофолк-проект «Незабава». Это замечательные наши самарские вокалистки, руководительница Мария Дементьева. Тоже интересное направление. То есть дело в том, что мы стараемся показывать не только традиционные формы звучания, но и как это все преломляется через современные технологии. Потому что все-таки, чтобы привлечь молодых слушателей, нужно применять и современные технологии. Вот к слову о молодых, о пожилых, то есть для разного возраста. Вот на самом деле, мне кажется, за время 90-х, за время кризисов у нас настолько застыл народ внутри, что вот мы когда проходим, допустим, в парке и слышим, что какой-то концерт, да еще и бесплатно, да, куда пускают, и ничего не нужно там из карманов доставать, вот мы обалдеваем на самом деле. Потому что первая мысль, да ладно, да разве такое вот сейчас вот бывает. И это настолько здоровская городская история, да, что мы можем со своими детьми, со своими семьями, мы можем выйти из своих квартир, в которых мы вот уже запираемся, приходим с работы и сидим там сиднем за компьютерами. Вот об этом хочется сказать, о том, что это, насколько это важно в плане объединения людей, просто вот городского сообщества. Здесь самое главное то, что сама администрация понимает важность именно объединения, и вот благодаря тому пониманию у нас фестиваль уже, ну, как сложился традиционно, да, третий год. А насколько это важно, даже нам говорят жители других городов, которые по командировке или к родным приехали, они просто вот хотят всех обнять, сказать, какое мы большое, великое дело делаем. Потому что, например, где-то этого вообще нет, во многих местах этого нет. А вот Самара, вот самарский регион, он просто вот регион, лидер фестивалей. Если вот так, мне кажется, это по России, вот традиции из Грушинского фестиваля, у истоков которой стояли, ну, стоял такой клуб ГМК-62. И вот, кстати, вот интересный момент, то, что несколько лет назад я познакомился с активистами того клуба, которым уже за 70, которые так же молоды, которые творили, которые приглашали вопреки многим запретам Высоцкого, которые вот организовывали джазовый фестиваль, Грушинский фестиваль, вот они так же молоды. И вот я заразился тем оптимизмом, той идейностью, просто ради дела, делать ради дела. И когда вот еще и мы находим поддержку со стороны администрации, парков города, Самарской набережной, Самарской филармонии, мы уверяемся в том, что это не только нам надо, а это понимание есть у всех, что важно объединять наше общество. А музыка служит этой цели издревле, объединению. Какой самый густонаселенный, вот по зрителям, был концерт вот за время фестиваля и почему? Как вы думаете? Обычно у нас уже два фестиваля прошло, обычно закономерность определенная есть, последние концерты, они более густонаселенные, потому что уже, как вы сказали, работает сарафанное радио, то есть, если, например, в мае первые концерты, если хорошая погода, то много людей. В основном, есть еще одна закономерность, что обычно люди мимо не проходят. Если хорошая погода, если это удобное время, если это выходной день, или пятница, или праздничный день, то люди останавливаются. Но обычно это вот гала-концерты, когда люди знают, что программа будет еще более насыщенная, более продолжительные концерты, людей еще больше. Еще такой момент, знаю, что а-ля конкурс «Угадай мелодию» проходит на площадках. Как это проходит? С каким музыкальным инструментом это проходит? Мне кажется, это очень интересно. Да, это интересно, тоже это говорит о доступности нашего проекта. Все начиналось с баяна, песни без баяна. Мы начинали по возрастным группам. Маленьким нескольким молодей, тинейджерам, взрослым людям, ну и нашим уважаемым пожилым людям. Конечно, это воспринимается всегда на ура. Люди подтягиваются, звонят, вы где здесь такое интересное? Конечно, это очень доступно, это интересно, это интерактивно, тем более, что есть поощрения. Какие-то музыкальные инструменты, сувениры, пригласительные билеты. А последнее время, вот уже два года, мы на всех инструментах впервые. То есть на доме, на балалайке, на контрабасе, что-то интересное. Вот люди, когда слышат, как звучит большая балалайка, это вообще. Какие песни угадывают? То есть, какой-то определенный репертуар, есть список, по которому, вот сегодня будем вот эти угадывать? Ну, есть, конечно. Раньше была какая-то тематика, потому что у нас каждый концерт мы приурочим государственным праздником. День семьи и верности, любви семьи и верности, день молодежи, день знаний. И мы старались как-то вот под это подбирать. Последнее время мы поняли, что в принципе это не столь важно, потому что сам сценарий, сама программа концертов, она изначально посвящена той или иной тематике. Поэтому здесь мы уже исходим даже из спонтанности. Потому что бывает, что какая-то интересная мелодия, она всплывет вот только что. Дмитрий, минуты до конца программы. Следующий концерт где-когда пригласите наших телезрителей. С удовольствием приглашаю вас и ваших телезрителей на следующий концерт на нашем ежегодном третьем музыкальном фестивале, который состоится 15 августа, вот у меня и шпаргалка замечательная, в парке молодежный 18.00. 22 августа в парке имени 30-летия Победы, тоже 18.00. Я думаю, что вот после этой программы больше зрителей гораздо придет. А со зрителями я прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин